Глаза, мех или просто движение. Не важно, что это. Смотрите на них. Они неотразимы. Самое время обогнуть планету и повстречаться с разными населяющими её зверушками. От рассвета до заката. Погрузитесь в их жизнь. Побудьте среди этих малышей и познакомьтесь поближе с их семьями. Почувствуйте пульс их каждодневной жизни, находясь рядом с детёнышами зверей, собранных со всего света. Зверята со всего света. Наш день начнётся с сафари по Африке. Далее вы увидите, как эти проворные малыши играют в салки. Детёныши-гориллы – большие мастера придавать вещам свой задорный оборот. И не пропустите захватывающее шоу, в котором пара шакалов демонстрирует свои навыки в борьбе. Африка – второй по площади континент на Земле. Занимает около 20% всей суши. Неудивительно, что в многочисленных странах этого материка обитает множество разных животных. Захватывающие дыхание водопад Виктория. Гора Акель-Манджаро со своими снежными вершинами. И могущественная река Нил – всё это лишь небольшая часть природных чудес Африки. Многочисленные животные, блуждающие по этому континенту, не менее впечатляющие. Самые быстрые в мире. Самые высокие. И самые крупные. Для всех них Африка родной дом. Местные природные условия зачастую очень тяжёлые, но, несмотря на это, дикая жизнь здесь процветает. Пора исследовать этот дикий континент и познакомиться с детёнышами африканских зверей. Африканцы поистине умеют встречать утро. В пустыне Калахари в Южной Африке стадо антилоп прыгунов наслаждается завтраком Альфреша под лучами восходящего солнца. Дальше, к северу, в Луганской деревне, эти ребятки встают первыми. Они как следует подкрепились и спешат узнать, что готовит им новый день. Пока не проснутся другие, придётся играть одним. Зачем доска для дайвинга, когда можно прыгать с лежащего дерева? Посмотрим ещё раз. Это популярный вид спорта. Некоторые зверушки, как эти каспийские доманы, не спешат встречать новый день. Гепарды тоже. Если ты живёшь в Масаймаре в Кении, насыщенный событиями день тебе гарантирован. Эти зверята постарше расслабляются перед тем, как их быстрые ножки займутся утренней пробежкой. Солнце в зените и аппетит и юнцов в самом разгаре. Эта детина помогает сделать первый молочный коктейль этого дня. Другие предпочитают хрустящий завтрак. Этой семейке коз трудно устоять перед большой охапкой сена. Детишки не жалуются. В Марокко некоторые козы готовы забраться высоко, чтобы полакомиться сочными фруктами. Плоды органии достаточно привлекательны, чтобы заставить этих животных забраться на дерево. Они смотрятся, как великолепное украшение. Все козы хорошо лазают по деревьям и скалам и используют этот талант для поиска пищи. В этих засушливых местах ее немного. Поэтому неудивительно, что местные козы могут питаться плодами деревьев. Как только козлята достаточно подрастают, они могут доставать до колючих веток и лакомиться фруктами, как и остальные члены их семьи. Козы не единственные животные, которые любят завтракать на макушках деревьев. Детеныш красного колобуса крепко держится за маму, пока она ест листья. В саванне детеныши антилопы гну тоже наслаждаются завтраком. Чем больше они подрастают, тем труднее им напиться маминого молока. Вверх тормашками. Детенышам капского домана немного полегче. Эти крохотные создания сосут молоко первую пару недель и потом могут попробовать сухой корм. Что касается сухих кормов, этот малыш гориллы отлично с ними справляется. После короткого изучения он приступает к делу. Поскольку гориллы очень социальные животные, совместный завтрак укрепляет их союз. Теплые объятия и катание на спине тоже входят в меню завтрака. Первые несколько месяцев жизни детеныши гориллы находятся в близком контакте с их мамами. Хотя мамы нянчат их около двух лет. По достижении восьмимесячного возраста детеныши этих крупных африканских приматов питаются главным образом сухим кормом. Этот малыш наелся до отвала и, как большинство других малышей, не собирается убирать за собой со стола. Пока никто не видит, самое время незаметно улизнуть. Какой проныра! В Национальном парке Кругер утро становится жарким. У гиппопотамов есть естественный маслянистый солнцезащитный слой, который выделяет их кожа. Эти амфибии спасаются от жары, погружаясь надолго в воду. Гиппопотам значит речная лошадь. Так что пора оправдать свое имя и залезть в воду. Погружение в глубину совершенно естественно для этих деток. В конце концов, они родились в воде. Этому малышу не терпится начать занятия по гребле. Но урок начнется только после того, как учитель, его мама, спустится в воду. Когда весишь полторы тонны, это не так-то просто. Наконец, самое время проверить природные защитные очки. Тяжелая это работа. Проводить 16 часов в сутки в этой освежающей субстанции. На суше гуляет другой сын Африки. Детеныши-гориллы учатся путешествовать автостопом с 4 месяцев от роду. Это позволяет им хорошо проводить время со своей мамой. К 9 месяцам они уже достаточно крепнут, чтобы ходить самостоятельно. Кажется, пришло время этому детенышу геминидов учиться лазать. Когда есть гибкие и цепкие пальцы, это гораздо проще. Его юный друг решил продемонстрировать свои способности лазать по деревьям. Запросто! Внизу счет 1-0. Но эта обезьянка настроена решительно. Получилось! Такое карабканье может быть маленьким шажком для взрослой гориллы, но для новичка это гигантский прыжок. Успех еще никогда не был таким сладким. Пора открыть семейный альбом. Мы видим кого-то с большими копьевидными рогами, похожего на антилопу. Антилопа Бейза. Ее детеныши весят около 10 килограммов. Матери бросают их в траве неподалеку от стада на первые две недели. Самки навещают своих детенышей 2-3 раза в день, чтобы покормить. Маленькие антилопы Бейза целиком светло-коричневого цвета. Их черные отметины начинают появляться, когда они становятся членами стаи. Детеныши остаются рядом с матерью и сосут ее молоко до 9-ти месячного возраста. В Африке водятся три вида антилоп. Это антилопа Бейза, также известная под именем саблерогая антилопа, благодаря своим длинным рогам, которые могут достигать в длину 76 сантиметров. В Средневековой Англии ее массивные рога продавались как рог единорога. Из одноцветного детеныша вырастает антилопа с шикарным костюмом. Эти африканские звери – одни из самых нарядных в пустыне. Дальше идет гость из Мадагаскара – острова, расположенного вблизи юго-восточного побережья Африки. Кольцехвостый лемур. После 145-дневного периода беременности этот полосатый просимеан рожает одного-двух детенышей. Просимеан – значит протообезьяна. Таким образом, группа этих странных существ принадлежит отряду приматов. При рождении кольцехвостый лемур и имеют вес порядка 100 граммов. Примерно столько же весит кусок мыла. Эти создания с ярко-золотистыми глазами, большой головой и костлявыми лапами полностью зависят от своей матери. Первые 14 дней своей жизни они плотно прижимаются к груди матери для защиты и кормления. Начиная с двухнедельного возраста, эти крошки начинают становиться смелее и начинают двигаться. Обычно сидя на спине матери. Еще через неделю малыши начинают самостоятельно лазать. К шестинедельному возрасту маленькие лемуры начинают пробовать твердую пищу. Окончательно кормиться молоком матери они прекращают к полугодовалому возрасту, а годом позже они достигают полной величины своего роста. Они причудливы и симпатичны, поэтому нетрудно понять, почему они являются национальными животными Мадагаскара. День в самом разгаре, и множество животных вышло из своих домов. Этим утром мама-гепард осторожно осматривается вокруг. Она должна убедиться, что окружающая территория безопасна для ее отпрысков. На берегу никого. В этом возрасте детеныши-гепарда обожают знакомиться с новыми видами и звуками, которые им предлагает природа. Несмотря на свои размеры, гепарды не классифицируются как большие кошки. Впрочем, какая разница, как называться? Этим африканским представителям кошачьих не нужны титулы. У них есть скорость и скрытность, которые позволяют им схватить жертву и спастись от более могущественных хищников. Игра в салки – отличный способ тренировать их растущие тела. Пора подзарядиться утренним чаем. Гепарды вынуждены поглощать добычу быстро, иначе им придется поделиться ей с другими хищниками. Впрочем, эти малыши делиться, похоже, умеют. 3,5 – это типичное число детенышей для здоровой семьи гепардов. Они проведут со своей мамой около 18 месяцев, обучаясь навыкам, которые помогут им выжить в Африке. Наполнив живот, этот малыш готов насладиться окружающей природой. Но в этом возрасте трудно сосредоточиться надолго. Всегда есть что-то, во что можно вцепиться когтями. Когда думаешь об африканских животных, на ум обычно приходят обитатели саванны. Но на побережье Намибии и Южной Африки живут вот такие пляжные животные. Во время прачного сезона вдоль берега выстраивается около 2 миллионов капских морских котиков, располагаясь так плотно друг к другу, будто большие меховые сародзины. Самцы приползают сюда рано утром, чтобы застолбить за собой территорию. Эти короли пляжа привлекают в свой гарем по 30 самок каждый. После 8-месячной беременности у них появляются малыши. Поначалу у них черный мех, но потом, когда им исполнится 3 месяца, он окрашивается в темно-серый или коричневый цвет. Самка остается на берегу, чтобы в течение 6 дней кормить своего малыша жирным молоком. Сама она при этом ничего не ест. Затем она несколько дней проводит в море, чтобы утолить свой голод, перед тем, как снова вернуться кормить своего малыша. Мать способна узнать своего малыша по запаху и уникальному зову, который отличает его от всех других малышей. Такие мелодичные голоса! Эти водные малыши обретают независимость к 8-месячному возрасту, когда они достаточно крепки, чтобы самостоятельно плавать. Поднимается волна, и малыши соревнуются за первенство окунуться в морскую пену. Перейдем от морских зверят к цветным земным зверятам. Это дикая африканская собака. Благодаря своим пятнистым шкурам их называют также африканскими расписными собаками. Эта мамаша является частью программы заснятого предплода. Скрытая камера позволяет нам увидеть, как ее детеныши появляются на свет. Помет дикой африканской собаки может насчитывать от 10 до 20 щенят. Больше, чем любые другие представители семейства псовых. Новорожденные весят около 500 граммов. Эти малыши проведут в конуре около 3 месяцев. Три недели они будут кормиться молоком, а потом в их меню добавится отрыгиваемое мясо. Какая заботливая мама! В диких стаях только альфа-пары имеют приплод, но о щенках заботится вся семья. Их стая насчитывает до 20 собак, поэтому они очень социальные животные. Они даже разговаривают друг с другом подобием щебетания, используя более сложные звуки, чем любые другие собаки. Их звуки напоминают звуки оживленных бурундуков. Эти художественно окрашенные собаки могут до 10 лет странствовать по африканским равнинам. Наступает утро. Пора снова взглянуть на гепардов. Мать, наконец, прилегла отдохнуть. Но безмятежность не может длиться долго, когда рядом малыши. Только моргнешь глазом, их уже нет. Этот малыш обращается с мамой бесцеремонно. Наглец. Где еще можно отработать навыки лазания, если не на маминой голове? Такое обращение достойно медали. Проказничать на мягкой траве всегда весело. И это отличное место, чтобы учиться маскировке. Здесь малышам важно знать, как остаться незамеченными. Особенно, если мама ушла на поиски пищи. Шерсть у детенышей гепарда пушистее, чем у взрослых гепардов. Благодаря меховому покрову, с которым они рождаются, и который идет у них от затылка до крестца. Этот толстый меховой слой дает им лучший камуфляж в длинной траве. Он начнет исчезать примерно с возраста трех месяцев. Характерные отметины не позволяют спутать этого элегантного представителя семейства кошачьих с другими его представителями. Кажется, это утро малыш использовал по максимуму муд. Таковы изнуряющие уроки, позволяющие ему стать одним из самых быстрых млекопитающих в мире. Это самое жаркое время дня. Солнце в зените. Африканские животные уходят в свои любимые места отдыха. Парочка полосатых гиен прилегла в тени, пока жара немного не спадет. У этой семейки сиеста в тени. На просторной равнине детеныш жирафа расположился на отдых, подремывая под бдительным присмотром своей мамы. Жирафы любят бодрствовать и засыпают только на короткое время. Может быть, гепарды и самые быстрые звери Африки, но они знают, когда нужно замедлить темп. Сбережение энергии в спокойное время позволяет им, когда нужно, быстро перейти к активным действиям. Но в это время дня их единственная забота состоит в том, как бы поудобнее расположить лапы на травянистой перине. Перед тем, как заснуть, этот детеныш гиены уделяет своей маме особое внимание. Так мило! Сон в маминых объятиях самый лучший способ отдохнуть. А на берегу на солнышке греются капские морские котики. пляж переполнен, но, к счастью, личное пространство не так важно для этих морских животных. Вся семья сплачивается вместе, чтобы предаться заслуженному сну. после полудня резвятся одни из самых крупных животных Африки. Детки антилопы гну знают, чем занять копыта. Добро пожаловать на игровую площадку! Этот малыш Бонобо готов играть в салки или поваляться в траве. А эта парочка чепрачных шакалов занимается товарищеской борьбой. Они используют все классические приемы кусание лап, жевание ушей, атака на шею и, наконец, один готов. Не с кем поиграть? Не проблема. Когда есть пара рук, можно поколотить себя по колену. Этот малыш-горилла чувствует ритм. Когда надоедает барабанить, можно повисеть на ветках и испробовать свои навыки лазания по деревьям. Какой акробат! Это своего рода парк развлечений в джунглях. Детеныши гепарда играют в борьбу. Зачем бороться с одним братом, когда можно сразу с двумя? Отличное времяпровождение! Давайте проведем часть послеполуденного времени с национальным животным Танзанией. Как самые высокие животные мира, жирафы сразу поражают воображение. Их детеныши при рождении весят около ста килограммов. Через 20 минут после рождения эти узорчатые малыши могут стоять, достигая высоту одного метра восьмидесяти сантиметров. Они уже сразу начинают скакать со своей мамой, которая активно охраняет свое чадо от всякой опасности. Этот малыш уже уверенно чувствует себя на своих длинных ногах. Короткий питстоп с мамой и гонки продолжаются. В менее жаркое время дня жирафы грациозно шагают по равнине. Самки и их детеныши обычно ходят группами по 10-12 животных. Когда они рядом, как сейчас, легко видеть индивидуальные узоры каждого жирафа. Хоть их пятна все разные, они все играют одну и ту же роль. В пестром освещении их пятнистые узоры мешают хищникам как следует разглядеть их. Они буквально исчезают из поля зрения. Очень хитрый трюк для такого крупного животного. Эти ходячие небоскребы могут достигать высоту больше 5 метров, благодаря чему в их распоряжении оказываются лучшие виды. О чем маленькие жирафы пока могут только мечтать. на большей части территории Африки четко различаются два сезона сезон дождей и сезон засухи. Во время периода засухи многие реки и озера мельчают. Некоторые из них совсем испаряются. Тогда многие животные Африки собираются в местах скопления воды. Там можно попить и спастись от палящего зноя. Эти сернобыки придумали как освежиться и запастись водой. Как и локальный пул на летнем отдыхе это место работает на полную мощность. Жирафам придется подождать. Места скопления воды отлично подходят для игрушечного боя. Слонята всегда рады поплескаться. На берегу юные гиппопотамы сражаются не на шутку. Царапины на их туловищах показывают что они занимались этим и раньше. У малышей это скорее игра, но взрослых гиппопотамов это битва за доминирование. А эти детишки в воде хотят просто расслабиться. Семейные купания. жирафы наконец могут попить. Чтобы достать воды им приходится вставать в весьма неуклюжую позу. При таком числе жаждущих клиентов скопление воды настоящий оазис, предоставляющий жизненно важную передышку от африканской жары. Пора открыть альбом одного из самых плодовитых плотоядных Африки. Пятнистая гиена. После беременности длительностью 110 дней самка гиены рожает одного или двух детенышей. Маленькие гиены рождаются в норах. В отличие от собак и кошек они рождаются с открытыми глазами. Гиены состязательный вид. Их детеныши будут бороться за лидерство, чтобы первыми получить молоко или корм. Через 2-6 недель после рождения малыши переберутся из своей первой норы в общую нору, в которой проживают и другие малыши того же клава. В возрасте двух месяцев щенки утратят свой коричневый цвет шерсти и приобретут пятнистый окрас, свойственный взрослым гиенам. В возрасте 9 месяцев в их меню начинает появляться мясо, а в возрасте одного года они покинут нору. Для гиен иерархия имеет очень большое значение. В группе из 90 животных заправляет самка. Каждый клан управляется матриархатом. Чем выше ранг, тем больше привилегий. Старшие члены клана первые в очереди за едой. Хотя эти кудахтающие плотоядные имеют репутацию падальщиков, они весьма способные хищники. гиены со своим покатистым затылком, неряшливыми волосами и скромным поведением возможно не самый привлекательный вид, но работая сообща, они доказали, что они одни из самых успешных животных автрикин. Далее в альбоме самая большая газель в мире газель дама. После беременности длительностью 6,5 месяцев самки рожают вдали от стада. Обычно они приносят одного детеныша. Через несколько дней детеныши и представляют стаду. При этом они редко отходят от матери. Матери часто объединяются, чтобы защитить свое потомство от любой потенциальной угрозы. Между кормлениями малыши развивают свою физическую силу, приводя в движение свои длинные ноги. Малыши учатся быстро, и чем быстрее они будут бегать, тем выше их шансы на выживание. Детеныши антилопы дама начинают отвыкать от материнского молока в возрасте 3-4 месяцев, когда они начинают грызть травы, кустарники и листья. Антилопу дамы можно встретить во множестве ареалов обитания, включая луга, лесистые саванны и полупустыни. Самцы этого самого крупного вида газелей достигают в весе 75 килограммов. В дикой природе продолжительность жизни этих скачущих травоядных может достигать 12 лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Африка скроена из широких полотен ареалов и пейзажей. Прямым следствием этого является то невероятное разнообразие окраски животных в дикой природе. Каждая тварь старается приспособиться, чтобы увеличить свои шансы на выживание. жирафы и выделяются из толпы благодаря своему росту, они не менее знамениты своим уникальным узором, который служит не только камуфляжем. Узоры также помогают им защищаться от жары. Прилив крови в центре ячеек создает термальное окно, которое уменьшает температуру тела. Прохладно и модно. Белое брюхо спрингбоков освежает их иначе. Оно отражает жару от их туловища. А верх отлично сливается с их родиной калахари. Пятнистая шкура гепарда помогает ему пробираться незамеченным через кусты. В этой густой растительности детеныши гепарда едва развлечены. Капские доманы проводят значительную часть своего времени на теплых камнях, чтобы регулировать температуру тела. Для маскировки во время принятия солнечных ванн их шкурки повторяют земельные цвета их каменистого деталища. Страусята спасаются от хищников благодаря своим весьма обороноспособным родителям. Впрочем, если они останутся одни, их пятнистые перья сделают их малозаметными среди растительности. Вот это маленький псенец с природным камуфляжем или долговязый жираф, которому нужно охлаждение. Эти адаптации позволяют достигать им необходимого уровня выживаемости. Вторая половина дня проходит приятно. В это время как нельзя лучше нырнуть и узнать побольше об одном из самых коварных хищниках Африки Нильском крокодиле. Самки могут откладывать до 60 яиц в гнезде на речном берегу. Но работа мамы на этом не заканчивается. Чтобы уберечь своих чад от опасности, она должна охранять их в течение всего 90-дневного периода инкубации. Когда детишки захотят вылупиться, они призовут свою мать и она откопает их. Когда они вылупляются, их вес составляет всего 70 граммов. Им еще предстоит долго расти. На самом деле они не прекращают расти всю свою жизнь. Эти рептилии могут весить почти тонну. Поскольку они хладнокровные, солнечные ванны составляют важную часть их повседневной жизни. Греясь на солнце, они повышают температуру своего тела. Эти малыши будут на вершине пищевой цепочки, но до тех пор им придется держаться мелководья, чтобы избежать встречи с глубоководными хищниками. Эти тихие скрытные рептилии могут бродить водные пути Африки в течение 80 лет. Хотя у многих африканских животных уже долгая история, здесь есть и новенькие. Как, овца торпер. Говоря о новеньких, нужно сказать, что этим ягнятам всего 6 недель. Это отважное племя сформировалось в Южной Африке в 30-е годы 20-го века. Они отлично приспособлены к засушливым условиям. Их толстая кожа защищает их от палящего солнца. Овцы торпер непривередливы. У них богатый рацион, и они едят некоторые травы, которыми брезгуют другие животные. Как и у всех малышей, у ягня торпер отличный аппетит, и они очень быстро растут. Они начинают питаться травой уже через несколько дней после рождения. К возрасту 4-х месяцев овца торпер весят до 36 килограммов. Но суды потому, с какой жаждой они пьют полничный молочный чай, они могут набрать свой вес быстрее. Пока еще не зашло солнце, давайте в последний раз навестим жирафов. Это высокое стадо смотрится так элегантно, когда оно бродит по лугу. Посмотрите на них, когда они идут, и вы увидите их необычную походку. Каждая пара ног с каждого бока двигается одновременно. Если они пускаются в голубь, их стиль меняется. Они сначала переставляют передние ноги, а потом задние. во время бега жирафы могут развивать скорость до 60 километров в час. Если нужно, их длинные ноги могут быть применены для самозащиты. Маленькие жирафы находятся рядом с матерью, пока не достигнут 18 месяцев отроду. Другие мамы стадо играют роль нянь, что помогает усилить присмотр за потомством. В этой семье все получают ген высокого роста. Через два года после рождения рост жирафа увеличивается вдвое. Эти высокие красавцы безусловно являются одним из символов Африки. зной день. Это конец еще одного знойного Африканского дня. И по мере того, как солнце опускается за горизонт, многие животные готовятся к переменам, которые принесет с собой ночь. Семья гепардов готова первой, расположившись на скальной породе. Они дневные животные и предпочитают охотиться рано утром или ближе к вечеру. Когда спадает жара, эта мама-гиппопотам унукает своих отпрысков сходить полакомиться зеленью. И этот малыш совершает последний освежающий день. Посмотрите на эти уши. Для гиены сейчас самое время проснуться и пойти на поиски пропитания. Но впереди еще вся ночь, так что спешить некуда. Похожая история с щепрачным шакалом, наслаждающимся последними лучами солнца перед активной деятельностью. Тем временем, антилоп и гну отправились на поиски отличного пастбища, где они будут пастись под звездами. По мере наступления сумерек, ночные животные готовятся принять эстафету до восхода африканского солнца. Субтитры подогнал «Симон»